Привет! Сегодня в таком неожиданном месте. Я решила поснимать это очень спонтанное видео. Мне кажется, эта тема очень интересна. Сейчас вечер, поэтому я прошу прощения за освещение, за, возможно, качество съемки. Меня вдохновила на данное видео покупка очередной туши от Maybelline Lash Sensational, которую хвалили все блогеры. Я подозреваю, что была пиар-рассылка, но тушь действительно одна из лучших. Из ее преимуществ это то, что она именно подкручивает ресницы. За счет этого ресницы выглядят больше, чем они есть на самом деле. А я очень люблю выделять ресницы сейчас. Я не делаю стрелки, хотя всю жизнь, сколько я себя помню, я рисовала стрелки. Сейчас уже где-то полгода я в ежедневном макияже перестала использовать стрелки. Планирую начать, если, конечно, будет такая возможность с маленьким ребенком. Ну да ладно. Я бы хотела рассказать лайфхаки, которые реально работают. И, конечно же, я это все продемонстрирую наглядно. Есть девушки, которые используют на глазах два слоя туши. Если уметь правильно это делать, ресницы действительно можно очень красиво и натурально выделить. Действительно важно это сделать правильно, чтобы не превратились ресницы в какие-то паучьи лапки, как это когда-то было модно. Как же это сделать правильно? Я бы предложила несколько вариантов, и вы можете попробовать, и какой у вас получится лучше всех. Но я уверена, что если вы попробуете, то вы любите всего эффект на ресницах, которые у вас были. Первое, с чего бы я хотела начать, это с базы. Одна из моих недавних приобретений, это база от Dior, Dior Show Maximizer 3D. Очень эффективная мне показалась, и результат я вам, конечно же, покажу. Напишите, как он. У нее очень удобная функциональная кисточка. Слева вы видите, просто ресницы с базой, а справа уже вместе с тушью. Везде у меня присутствует тушь вторым слоем от Maitre, нашей связи с ней. Это всем известная база для ресницы. Точнее, даже это не база, это активная сыворотка для ресниц 3 в 1. Биокомплекс Everline. Все знают эту базу. Ее советуют наносить на ночь и утро в качестве базы под тушь. Те, кто ее попробовали, все остались в восторге. Хотя стоит она вообще копейки. Сомневаюсь, что она действительно как-то укрепляет ресницы. То, что эта сыворотка придает визуальный очень красивый эффект на ресницах, это правда. Если, опять же таки, правильно ею пользоваться. У Evelyn на замену классической версии сыворотки вышла еще одна, так называемая 8 в 1. Но, и я ее тоже попробовала, результат вы сейчас можете смотреть в правой части видео. Это результат уже с тушью. Я очень хотела попробовать новую базу под тушь от Maybelline. То есть она прям даже выглядит похоже на эту тушь. Я очень хотела их купить в паре. На сайте Makeup она всегда распродана. А в такие магазины сетевые типа Eve, Cosmo я уже давно не заходила. Для того, что это новинка, пока что сложно поймать эту базу. Но потом я ее обязательно куплю и мы с вами протестируем, возможно, в отдельном видео. Дайте мне знать, пальчиком вверх или в комментариях, или как-нибудь, чтобы вы хотели вместе со мной попробовать. Следующее. Это вообще очень интересный такой момент. Это фибры. Да. У меня была перед тушью от Maybelline тушь от Goche. Она была заявлена, что она с фибрами. Что это значит? Есть такие туши в MAC, я знаю, ну и также в других фирмах. Это обычно указано на упаковке. Нужно смотреть внимательно. Это такие ворсинки. Когда вы прокрашиваете тушью ваши ресницы, они как будто бы приклеиваются и удлиняют ресницы и добавляют им объем. Я очень часто встречала отзывы, что такие ворсинки могут осыпаться в глаза и раздражать глаз. У меня такого не было. У меня вообще глаза очень чувствительные, но чтобы прям вот я из-за этого чувствовала дискомфорт, такого не было. Слава Богу. Может быть я подобрала правильные средства для этого. Ну и в принципе я не каждый день перебегаю к этому способу. Это тушь от Ilohue двухсторонняя. И в одной из сторон есть как раз таки эти ворсинки. Еще тушь от Bourjois. Ну точнее вот эти вот ворсинки от Bourjois. Но я саму баночку не нашла. Я ее найду и потом вставлю видео. Да, эти ворсинки они могут существовать и отдельно, не в туши. Их лучше наносить совместно с новой тушью. Потому что вот эта тушь от Ilohue, собственно, здесь с одной стороны ворсинки, с другой стороны тушь. То есть подразумевается, что вы красите сразу один слой туши, потом слой этих ворсинок они приклеиваются и потом еще раз слой туши. Замороченная немножко техника. Ну в принципе если приловчиться, то это можно сделать очень быстро. Но вот эта тушь от Ilohue, она у меня очень быстро закончилась. Ну понятно, здесь очень маленький объем. И вообще она какая-то сухая. То есть она давала такой очень натуральный эффект на каждый день. Эти ворсинки лучше всего приклеиваются, когда тушь такая мокрая, жидкая. Вот как раз вот эта вот тушь от Maybelline, она отлично подходит для этой цели. Потому что пока она еще новая, она такая прям как водичка маслянистая, что-то такое по текстуре. Потом когда тушь уже до половины дойдет, она будет густая такая. И конечно слой будет получаться более плотный. Я предлагаю наносить сразу такую вот сыворотку от Maybelline. Либо же другую, например вот эту вы успели отхватить. Любую белую базу. Елена Рубинштейн, очень хорошая там была база. И Шанель есть, тоже хорошая. Пока еще она не высохла, сразу же мы наносим ворсинки. Они прекрасно к базе приклеиваются, потому что вот такая вот сыворотка, база, работает как переходной этап от ваших ресничек на тушь. И она также призвана, то есть одна из функций ее, это удлинять срок носки вашей туши. Поэтому ворсинки с ней вообще прекрасно сочетаются. И вот минутку дайте застыть это все на ресницах. Вы можете в это время там накрасить губы, например, или заняться вашим тоном. И уже наносить жидкую новую тушь. Обязательно, чтобы она была жидкая. Эффект вас удивит. Я надеюсь, что вы попробуете способ преобразить ваши реснички. Дадите мне об этом знать в комментариях, либо уже пришлите мне в личку в инстаграм, или как вам удобнее фото до и после. Будет очень интересно, и я буду счастлива, если вам пришелся по душе такой способ. Есть еще один очень крутой способ. Я его пробовала. Давно найду фотку. У меня была. Это биоламинирование ресниц, или так называемый ботокс для ресниц. Такая процедура, я делала ее где-то год назад. Сейчас она просто очень популярная стала. На реснички наносится специальный состав, который их подкручивает. Заявлено, что такой состав еще на 10% утолщает саму ресничку и где-то на 50% ее удлиняет. Но это не совсем так. При тем, как нанести этот подкручивающий состав, ресницы окрашивают в черный цвет. Они очень часто на кончиках у нас либо выгорают, либо от природы очень-очень светлые и их незаметны. Вот когда их покрасили в черный цвет, они уже стали заметнее на вашем лице. Ну и плюс подкручивают их, наносят этот состав. И ресницы где-то месяц, два месяца, у кого как, держат форму. И они действительно выглядят лучше, чем ваши натуральные ресницы. Если на такие ресницы наносить тушь, есть разница до и после. Ну и если на такие ресницы нанести тушь таким способом, как я вам сегодня рассказала, то эффект, конечно, может очень сильно удивить. Сюда же хотела бы отнести вот такое средство, которое призвано непосредственно укреплять, делать ресницы более длинными. Это средство не наносится как база, оно имеет тоненькую кисточку, как у подводки, и наносится на ресничный край, точно так же, как подводка. Я вам рассказала секрет. Надеюсь, что он вам понравится, что вы будете им пользоваться. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайк этому видео. И желаю всем хорошего дня. Всех обняла. Целую. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok